Елена Арсеньева Санкт-Петербург, 1818 год В один из поздних апрельских вечеров небольшая крытая карета стояла против великолепного дома номер 7 на Миллионной улице. Дом этот принадлежал одному из богатейших и знаменитейших людей Санкт-Петербурга, Юлию Помпеевичу Литте, фавориту прежнего царствования, сохранившему, впрочем, свое высокое положение и преимператоре Александре Павловиче. Дом сиял огнями, двери на высокое крыльцо были распахнуты настежь. Здесь явно кого-то ждали, причем ждали с большим нетерпением, иначе сам хозяин, высокий, статный, сохранивший в преклонные годы свою легендарную итальянскую красоту, не стоял бы в дверях, то и дело выглядывая из них и крича что-нибудь вроде «Еще свечей» или «Пошлите посмотреть, едут ли». В результате сих мероприятий дом и подъезд оказались освещены столь ярко, что наступление ночи вовсе не чувствовалось, и вереница слуг, желавших первыми увидеть столь долго ожидаемую особу, протянулась чуть не до Невы. Некоторые слуги подозрительно косились на уединенно стоявшую карету и делали даже попытки заглянуть в окна, однако они были плотно зашторены, а кучер, дремавший на козлах, не вступал ни в какие разговоры и не отвечал даже на оскорбления. В конце концов таинственную карету оставили в покое, сочтя пустой, а кучера — глухим и немым. Но вот раздался вопль. «Едут» — и вокруг дома все оживилось. Грянул оркестр, доселе таившийся на балконе. Из окон посыпались цветы, раздался треск фейерверков, и в небо над домом взвелись разноцветные огненные струи, сложившиеся в отчетливую надпись. Надпись рассыпалась сотнями звезд, и после нового залпа сложилась опять как раз в ту минуту, когда к дому подъехала белая карета, запряженная белыми же лошадьми. Несколько слуг протянули к подножке алую шелковую дорожку, которая была усыпана лепестками белых роз. Литте сам подошел к дверце и сам распахнул ее, приняв на руки черноволосую девушку в белом платье и белом плаще. Девушка обвела его шею руками и принялась лобызать столь пылко, что едва не была уронена наземь. Впрочем, она тут же соскочила с рук Литты и вскричала «Дедушка, я счастлива видеть вас, а где же бабушка?» «Идем, сердце мое, идем, мы заждались тебя», — чуть не плача от умиления, проговорил Литта и повел девушку к дому. На террасе гостья обернулась, вновь и вновь оглядывая роскошь и красоту, устроенные для нее встречи, и лицо ее сделалось отчетливо видно тому, кто все это время таился в глубине загадочной кареты, а теперь раздвинул шторки и припал к окну. Почти тотчас раздался условный стук в переднюю стенку кареты, который дал кучеру знать, что ожидание закончилось, пора уезжать. Карета тронулась, сворачивая с парадных улиц и направляясь к островам. Спустя некоторое время она остановилась около Елагина дворца. Женщина в длинном черном плаще с капюшоном выпорхнула из кареты и, почти неразличимая в сумерках, вошла во дворец, причем стража почтительно вытянулась при ее появлении. Поднявшись на второй этаж, женщина без стука отворила дверь в уютный кабинет и, взглянув на нетерпеливо обращенное к ней лицо хозяйки этого кабинета, воскликнула без всякого предисловия. «Она великолепна!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok